Всем привет! Меня зовут Любовь Юшкова, я хочу представить проект «Ожившие легенды» и рассказать о такой интересной форме работы, как создание анимированных сказок. Собирая в библиотеке на протяжении многих лет самобытный этнокультурный материал, возникла идея его сохранения и продвижения среди детей и подростков посредством создания анимированных фильмов. Сохранить уникальные легенды народов Кавказа, бойкие сказы казаков, полные мудрости русские сказки, родившиеся на Ставропольской земле, и оживить их через детские рисунки в мультфильмах – вот основная идея данного проекта. И вы знаете, наша идея нашла отклик среди читателей, и мальчишки и девчонки заинтересовались проектом. В начале 2021 года мы организовали творческую мастерскую для создания цикла анимированных сказок народов Ставропольского края и назвали ее «Ожившие легенды». Актуальность проекта обусловлена ролью компьютерных технологий в современном обществе, интересом детей разного возраста к компьютерам и стремлению их к созданию своих шедевров. Работа в творческой мастерской проходит в несколько этапов. Сначала мы подбираем из имеющегося местного фольклора материал для будущего анимированного фильма. Ведь в нашей библиотеке есть и сказки, и легенды народов Ставрополья. На Ставропольской земле проживают более ста различных национальностей, каждая из которых является носителем своего уникального фольклора. Выбирая легенду для очередного фильма, мы иногда и спорим, потому что не можем определиться. Затем проходит выразительное прочтение выбранного сказания вместе с творческой группой и обсуждение образа героев. Чтобы занятия были более интересными, мы играем в настольные и подвижные игры, слушаем аудиоспектакли, где можно услышать красивое и достойное чтение. Также рассказываем детям об истории, культуре, традициях того народа, легенду которого мы оживляем. Далее дети рисуют. В работу творческой группы вовлечены партнеры, преподаватели из художественной школы. Дети погружаются в атмосферу увлекательного процесса рисования, а преподаватель направляет работу детей-художников. Вся команда участвует в обсуждении и создании художественных образов и подборе цвета каждой легенде. Ребята продумывают и строят композицию и цветовые схемы, затем выполняют наброски, прорисовывают природу и персонажей, создают фоны. Работа ведется в разной технике – акварель, гуашь, пастель, а также в технике рисования цветными карандашами. В итоге получаются уникальные детские рисунки. Процесс записи выбранного произведения вообще происходит интересно. Каждый участник творческой мастерской хочет, чтобы его голос звучал в анимированном ролике. Мы записываем всех желающих, а потом вместе решаем, чей голос будет звучать в легенде. Из-за большого количества шумов получить качественную фонограмму получается не всегда быстро. Но детей это не пугает. Они готовы записываться достаточно долгое время. Завершается работа монтажом анимированного фильма, в ходе которого специалист библиотеки, имеющий достаточную компетенцию в данной области, учит участников творческой группы работе в специальных компьютерных программах. Ребята учатся соединять голос и рисунки в работе по созданию анимированных фильмов. Только после этого наши легенды оживают. Герои из народного творчества Ставропольского края становятся узнаваемыми. А сейчас посмотрите, что у нас получилось. В горах у глубокого ущелья раскинулся большой аул. Жители его слыли добрыми и трудолюбивыми. Но однажды к ним пришла беда. Неподалеку поселились злодные великаны. И не было от них людям покоя. Жила в этом ауле бедная вдова с сыном. Мальчик не был силачом, зато обладан острым умом и смекалкой. Решил он попробовать отбить у великанов охоту в городе аул. Собери меня в дорогу, мама. Дай мне большой круг сыра и бурдюк с аэраном. Горько заплакала женщина. Не хотела отпускать сына, ведь он был еще ребенком. Но делать нечего. Собрала его в путь. Отправился мальчик к реке, чтобы переправиться к логову великанов. Но на берегу увидел, как один из них набирает воду. Страшно стало мальчику. Но не показал он беду. А великан закричал, увидев человека. Попался. Отнесу я тебя своим братьям. Вот уж они будут довольны. Нет, сначала померяемся силой. И побежденный исполнит желание победителя. Давай сначала попробуем выдавить из земли масло. Стал великан изо всех сил топтать землю. Да только не выступила из нее масло. А мальчик в это время незаметно присыпал бурдюк с аэраном песком. Наступил маленький храбрец на него пяткой. Разбился аэран. Удивился великан такой силы. А теперь нужно разбить камень и выдавить из него воду. Взял великан самый большой камень. Давил-давил, но ничего не смутил. Схватил мальчик круг сыра и с легкостью развалил его. Потом сжал и потекла из него суворовка. Признал великан свое поражение. А мальчик приказал нести его к другим великанам. Приняли великан и гостя, боясь его скрытой силы. А сами тайком решили испытать. Дали ему какой-то огромный бурдюк. Что никто из людей не смог бы его наполненный поднять. И попросили принести воду. Пока мальчик думал, что же ему делать. Хлынул сильный ливень. Прибежал мальчик обратно к пещере великана. Выгляните из пещеры и увидите воду, которую я принес. Увидели великаны потоки воды и испугают. Стали они думать, как выпроводить нежеланного гостя. Послушай, маленький сивач. По обычаю горцев, в течение трех дней хозяин не должен спрашивать гостя о причине его приезда. А ты гостишь у нас уже неделю. Мы хотим узнать, какое дело привело тебя в наши края. Много раз вы грабили наш аул. Теперь дайте мне взамен столько золота, сколько войдет в мешок, сшитый, из шкуры трехгодовалого буйвола. И пусть один из вас отнесет его в аул. Потому что мне не положено. Не хотелось великанам выполнять это условие. Но что делать? Собрали все золото и отправили с мальчиком того великана, который его принес. Вот пришли они к аулу. Мальчик попросил великана подождать, чтобы приготовиться к встрече гостя. Ждал, ждал великан. Не вытерпел, подошел к дому мальчика и стал подсушить. Приготовь, мама, пожалуйста, угощение гостю. У нас в доме оставалась одна нога великана. Зажарь ее. Испугался великан, бросил золото и побежал впрочем. В страхе собралось все племя великана и ушло от аула, куда глаза глядят. А мальчик раздал все золото великана в поровну. И зажили с тех пор люди в ауле спокойно и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok